В эфире программа Радар Спорт и мы неизменно вам говорим здравствуйте. Сан Банахан, тут и телевизор Харакшит. Ну и как всегда, у нас есть о чем вам рассказать. Да это уже кое-что, особенно в технических видах. 18 июня в Якутске на стадионе Туймада Елена Федосеева из РС Дюшор одержала победу в 8-м всероссийском турнире на призы олимпийской чемпионки 24-х игр в Сеуле 88-го года. В эстафете 4 по 400 метров Марии Пенигиной с подругами по команде Татьяной Ледовской, Ольгой Назаровой и Ольгой Брызгиной, установившими мировой рекорд 3 минуты 15-18 сотые секунды. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор остается непобитым. Уважаемые друзья, итак, только что мы вам показали, Елена Федосеева выполнила норматив мастера спорта России в беге на 100 метров. Я еще раз говорю, легкая атлетика, она называется только легкая, на самом деле это один из самых трудных видов спорта. И от всех вас, лучшего спортсмена по версии нашей программы Елены Федосееву поздравляю с мастерским нормативом и с тем, что мы ее признали лучшим спортсменом. Пожать тебе руку, Лена. Молодец. Ну и естественно, лучший тренер, наставник Лены, заслуженный мастер спорта. Это Надежда Константиновна Мироманова. Надежда Константиновна, вам тоже самое, моему домашнему генералу выразить благодарность. У вас уже шестой мастер спорта. Но, Лена, 13 участников было, два забега и финал еще был. В общем-то, сложновато было, да? Ну, сложность, скорее всего, заключалась в том, что были сильные соперницы, приехавшие из Иркутска, мастера спорта. Это Юлия Глебко и Валентина Корнаухова. Тем более соревнования прошли на призы олимпийской чемпионки Марии Пенигиной. Да-да, Мария Джумабаевна Пенигина, это вообще такая мировая женщина, очень волевой человек, очень интересный. Большое спасибо за гостеприимство. Я была уже в Иркутске четвертый раз и очень рада, что они поддерживают спорт на довольно-таки высоком уровне. Спасибо. Надежда Константиновна, ну, планировали мастерский результат своей ученицы? Ну, в этом году уже конкретно планировали, потому что 11-6 она уже в прошлом году бежала, а вот не получилось у нас немножко в конце сезона подтвердить. А в этом году она стабильно бежит по ручному хрометражу по нормативам мастера спорта, поэтому только оставалось сделать быстро-быстро ногами по электронному хрометражу. Надежда Константиновна, ну, я так буду говорить, наверное, известные, великие спортсмены, не все бывают хорошими тренерами, но вот пошли, у вас уже шестой мастер спорта и один международник, наша дочь Алена. Правда, в борьбе на руках, но все равно вы принимаете и я непосредственно участие в ее подготовке, так же, как и Александр Трискин. Ну, дело в том, что мы упор делаем на общую физическую подготовку, это основа из основ, и поэтому, имея такую огромную физическую подготовку, беговую, прыжковую, у них хорошо получается армспорт, она выступает, выполняет нормативы. Ну, Лена пришла к вам перворазрядницей. До этого ты, Лена, занималась сколько лет? У Евгения Сидоровича Спиридонова, да? Да, Евгения Сидоровича Спиридонов является моим первым тренером и пришла я в легкую атлетику в 2002 году, но вообще привела в легкую атлетику меня, моя учительница по физкультуре, школа номер 51, Железняк Лидия Вдокимовна, большое ей спасибо. Ну, велосипедистка, бывшая, я с ней, в общем, долгие годы работал в трудовых резервах, она знает толк вообще в спорте. Ну, да, она хорошая такая женщина, вот. Ну, и я могу, да, уже выразить свою неимоверной величины благодарность. Пожалуйста. Я, Надежстина, ну, наверное, много слов родному человеку говорить не нужно. Я обниму крепко-крепко, я просто, у меня вообще нет слов, я вообще очень довольна, что я смогла это сделать, не знала, что мой организм на такое способен. Вот вы смогли сделать из меня мастера спорта, я вам очень-очень благодарна. И обычно букеты очень быстро вянут, а я не хотела бы, чтобы так произошло быстро, поэтому я дарю вам горшечный цветок, азалия, и это символ спокойствия и семейного благополучия. И самое важное, спокойствие, потому что уже, наверное, не будет так много нервотрепки, сколько вы на меня потратили нервных, душевных сил. Большое вам спасибо, я вас очень люблю. Спасибо, Майсул. Уважаемые друзья, ну, вот так вот душевно, понимаете, эмоционально Лена поздравила своего тренера. Лена совсем недавно закончила факультет какой БГУ? Филологический факультет Бурятского государственного университета. И с красным дипломом, уважаемые друзья. Но сейчас будешь, наверное, определяться, где-то надо будет трудиться, да, или побегаешь еще? Посмотрим еще. Думаю, немного останусь в спорте и дальше буду уже на профессиональном поприще работать. Уважаемые друзья, ну, в беге на 100 метров я уже сказал, что очень сложно выполнить норматив мастера спорта. У нас в последний раз вот перед Леной выполняла Вера Чистякова, кстати, моя ученица. Во Владивостоке на всероссийском турнире памяти Корниенко такой спринтер был приморский. Она там пробежала 11-6. Тогда по ручному присваили. Это в 94-м году. Ну и вот Лена после почти 20-летнего перерыва снова мастер спорта. Но Лена и Надежда Константиновна, в общем-то, молодежь, девчонки маленькие, на вас равняются. Надежда Константиновна заслуженный мастер спорта. Что пожелаете ребятишкам? Лена. Вы-то лучше скажите. Лена, давай ты как новая, испеченная мастер спорта. Я, наверное, сагитирую всех, чтобы приходили в легкую атлетику. Потому что легкая атлетика, как и любой вид спорта, это школа повышения духовной и физической выносливости. И я думаю, что это, конечно, во всей жизни поможет обязательно. И любые житейские проблемы не будут казаться такими уж большими после выполнения хоть одной тяжелой тренировки. Когда ты рад, что жив. Молодец. Надежда Константиновна, ваше пожелание. Вот сейчас напугает молодежь. Они скажут, зачем мы будем умирать тогда. Зато какие сильные, физически и духовно. Да, и до сих пор мы сильные, да. Я хочу сказать, что вот Лена выполнила норматив мастера спорта, а рекорд-то остался. До сих пор еще принадлежит мне, я вот... 11,2, солидно. Это солидно, да. Ну, а про многоборье я вообще хочу сказать, что еще, видимо, не родилась. Та спортсменка, которая бы перекрыла вот именно результаты мои многоборные. Наверное, долго-долго будет. Ну, хочется видеть, конечно, рядом с собой вот здесь на следующем этапе рекордсменку. Может быть, Лена, тебе удастся побить рекорды. Ну, а молодежи хочу пожелать, конечно же, стремления, чтобы они не распылялись, не уходили. И именно с той дороги, которую, ну, выбрали спорт, это как вот пирожок в духовке, он исправит все. И здоровье, и здоровье, и мужество, и сила, и независимость. Ты будешь принадлежать сам себе и своей цели. И удовольствие. И удовольствие, да. И удовольствие, да. И удовольствие. Вот именно та усталость, это удовольствие, которое вот именно сейчас вспоминаешь, думаешь, Господь, сейчас будет так устать и отрубиться, как вот раньше пробежал, отрубился, да. Вот, я вижу это. Я помню, после 800 метров Надежда Константиновна Тещенко отрубалась на финише. Да. До безсознания, это в прямом смысле слова, потому что борьба за очки, а это был мой конек 800 метров, то есть я их наказывала там по полной, ну и сама, конечно. Седьмой вид и по мастерам спорта бежала. И сама отключалась, конечно. Ну, это того стоило. Ну, что ж, уважаемые друзья, итак, лучший спортсмен июня месяца. Это Елена Федосеева, новоиспеченный мастер спорта, и ее наставник, заслуженный мастер спорта, Надежда Мироманова. Я от всех вас жму ему руки еще раз и делаем видеокадр на память. В Рязани с интервалом в два дня прошли первенство и чемпионат России по стрельбе из лука на молодежном первенстве у наших серебряные и бронзовые медали. Мастера спорта Саилма Сыренова и Василий Ренчино были вторыми в миксте, а Жибзима Домбаева заняла третье место в классическом луке в возрастной группе, так же, как и Сыренова и Ренчино, 96-го года рождения и моложе. Более успешно выступили наши лучники среди взрослых. Заслуженный мастер спорта Наталья Эрдыниева, вторая, выступив в финале якутской спортсменки Тимофеевой, 2-6. Бронзовую медаль у мастера спорта международного класса Екатерины Хархановой, выигравшей в малом финале, у землячки Анны Бомбоевой, 6-4. А вот женская сборная республики Бурятия, Эрдыниева, Бомбоева, Степанова, одержала командную победу, выиграв в финале у лучниц Московской области. Лучшими среди наших мужчин были заслуженный мастер спорта Бальжинима Церемпилов и мастер спорта международного класса Баир Цебегдаржиев, занявший 9-е и 10-е места. Оба проиграли в 1-8 финала. Наша пулевичка, мастер спорта международного класса Валентина Протасова, воспитанница заслуженного тренера РСФСР Владимира Бусовикова, в составе сборной студенческой команды России выступит на универсиаде в Казани, стартующей 6-го июля. Это стало известно буквально на днях на личном отборочном чемпионате России по пулевой стрельбе, прошедшем спорткомплексе Лисия Нара в Московской области, где Протасова в олимпийском винтовочном упражнении МВ-5, дистанция 50 метров, 20 выстрелов, лёжа стоя с колена, выбила 575 очков. Это третий результат в квалификации. А в финале она была пятой с путёвкой на Всемирные студенческие игры. И на огневой рубеж в Казани Валентина Протасова выйдет 14-го июля. А ещё раньше, буквально 6-го июля, на студенческий мировой ринг в столице Татарстана в первой встрече выйдет ещё один наш спортсмен-боксёр, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России Белли Галанов. И он реально претендует на золото универсиады. Так что пожелаем нашим спортсменам удачи в Казани. Крылышки, барбекю и сардельки толстячок – отличный выбор для тех, кто не любит лишних хлопот на пикнике. Просто выложи на решётку и прекрасные угощения для весёлой компании готово! Приятного аппетита, земляки! Мастер Дом и Магазин Электрон подготовили новый, современный, роскошный ассортимент, который безусловно украсит ваше жилище, квартиру или дом. Мы создаём сегодня не только уют и комфорт в вашем доме, а ещё и заботимся о вашем благополучии на многие годы вперёд. Печи для бань и саун, камины, люстры и многое другое производство ведущих компаний зарубежья. Мастер Дом и Электрон – мы знаем, что вам предложить! Пять дней в Улан-Удэ на ринге, установленном в КСК «Дружба», продолжался международный турнир класса А по боксу в памяти серебряного призёра Токийской Олимпиады 1964 года, чемпиона и победителя Кубка Европы заслуженного мастера спорта Великтона Баранникова. В предыдущей программе мы вам показали открытие турнира, где вип-персоны тёплыми добрыми словами вспомнили великого бурятского боксёра, вписавшего навечно своё имя яркими буквами в летопись советского бокса. Турнир, собравший около ста мастеров кожаной перчатки из трёх стран и семи регионов, как всегда прошёл на высоком уровне. У женщин было разыграно первенство в трёх весовых категориях. В 51 килограмм до финала добрались две китаянки. Призёр чемпионата мира Луи Ки-Дже была сильнее Ян Хонг. В следующей весовой категории до 60 килограммов наша лидер женского бурятского и российского бокса, двукратный серебряный призёр чемпионатов России, и мастер спорта Наталья Шадрина, в лице чемпионки Поднебесной, призёра чемпионата мира Маалия Хе, встретила сильного достойного соперника. Во всех четырёх двухминутных раундах Шадрина была точнее, своей сопернице набирая очки точными прямыми кроссами и боковыми хуками. И как следствие её преимущества, все пять боковых судей отдали ей победу. Уважаемые друзья, на то, что мы вам показали финальный бой, Наташа Шадрина с сильной китайской боксёршей, призёром чемпионата мира. Но все судьи не догласно отдали победу Наташи. Наташа, мы тебя поздравляем. Пожать тебе руку? Молодец, молодец. Но ты во всех четырёх раундах ни одному из судей не дала усомниться в своём превосходстве. Ну да, во-первых, ударов в принципе было мало, но я пыталась быть лидером в бою, быть первым номером, потому что у себя дома вообще не нужно давать такого намёка, что ты проигрываешь или ты слаб, поэтому я считаю, я... Наверное, можно по пальцам считать, когда я выступал у нас, на родном бурятском ринге. Поэтому это такое выступление для меня, которое придало мне силы больше. Вот, поэтому воодушевлённо я взялась. Конечно, не всё было гладко, но стараемся исправлять свои ошибки, поэтому так меня очень порадовало выступление в себя дома. Ну, убедительно выиграла, это у тебя же не первая международная встреча. Ты, в общем-то, уже в сборной команде России три года в основном составит двукратный серебряный призёр, но у тебя первый номер-то проигрываешь маленько, да? Как её фамилия-то правильно? Сейчас Белякова. Белякова сейчас? Да, Белякова Настя. Ну, у нас такой с ней бой, мы уже не единожды с ней встречались. Можно сказать, что, в принципе, я ей ни в чём не уступаю. Единственное, что это только в конце, может, немножко не хватает функционалки мне, или, может, на психологическом плане, но ошибки исправляем, учимся, учимся. Поэтому я не думаю, что долго Беляковой удастся продержаться на этом Олимпе. Ну, время покажет, посмотрим, мы стараемся только к лучшему. Сколько лет боксируешь ты? Ну, занимаюсь я шесть лет почти боксом. Тебе сейчас 23? Мне сейчас 23, да. Студентка? БГУ. Какой курс? Четвертый курс в факультет физической культуры. Семейные дела как у тебя? Ну, холостячка. Холостячка. Да. Уважаемые друзья, мужики, на заметку, на танцы. Ну, живёшь с родителями? Ну, у меня мама живёт в районе, а я здесь уже 8 лет живу, учусь. Ну, изредка только выезжаю домой. В принципе, уже самостоятельно живу. Так ты в деревне-то в какую? В Гусиноозеро. А, с Гусиноозёрской? Ну, там в Гусиноозеро. В Гусиноозеро, рядом, рядом. Ну, что ж, молодец. Тренеру можешь сказать спасибо своему? Да, я хочу сказать спасибо своему первому тренеру, который в данный момент меня тренирует, Иванов Валерий Владимирович. Я ему очень многими обязана. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова, особенно, когда это касается выступлений на соревнованиях, тренировок. То есть у нас с ним дружная команда. Вот, всё понятно. И огромное ему спасибо за всё, что он для меня сделал. По мере возможности, не по мере возможности, а на протяжении жизни я попытаюсь всё это восполнить вполне, сполна ему. С огромной благодарностью. Ещё кому спасибо будет? Ты представляешь спортивный клуб «Нам-то», по-моему, да? Да, да. Спасибо даже Валерию Пурбуючу. Помогает? Очень сильная помощь, да. Всегда поддержка. Очень трудные времена были, когда появился Валерий Пурбуюч. И, в общем-то, поверил в меня. Можно так сказать, он меня правда поверил. Как бы взял кота в мешке, ну и вот, что пока получается. Пытаюсь не разочаровывать. Вот. И сама себя, конечно, в первую очередь. И Валерию Пурбуючу, и тренера. Всех. Всем огромное спасибо родственникам, маме, братьям, сёстрам. Потому что они у меня есть, что они за меня болеют. Всем спасибо. И всем, конечно, жителям Бурятии, ОЛНД, которые меня знают, которые болеют за меня. Вот. Всем очень благодарна. Ну, уважаемые друзья, кот в мешке, это, в общем-то, такой солидный получается. Задача, наверное, на 2016 год все-таки, да? Да, такая задача. Рио-де-Жанейро? Привыше всего Рио-де-Жанейро, Бразилия. Все, к чему стремимся. В этой же весовой категории? Да. 60 килограмм? Да, 6 лет выступаю в 60 килограмм. Я не собираюсь ни шаг вперед, ни шаг назад делать от веса. Как пошли, так и уйдем. Еще в одной женской разыгранной категории, тяжелой, до 75 килограммов, и тоже в разборке двух китайских боксерш, мастер спорта международного класса, чемпионка Азии Ли Жен, выиграла у мастера спорта Жан Клуи. У мужчин было разыграно 10 весовых категорий. И в отсутствии 9 бурятских сильнейших боксеров, которые сейчас находятся в подмосковном Чехово на учебно-тренировочном всероссийском сборе, помогая российским боксерам спарринг-партнерами готовиться к универсиаде, где, кстати, в самой легкой весовой категории до 49 килограммов выступит наш Белик Голланов. И тем не менее на Баранниковском турнире наши мастера кожаной перчатки завоевали 16 медалей. Два золота, четыре серебра и десять бронзы. Победителями турнира стали Баир Нитланов в 52 килограмма и Роман Идиатов в 64. Отметим и вторые места наших – Батора Гомбоева, Алексея Ермакова, Антона Хархонова и Доржо Дахаева. Уважаемые друзья, и вот предоставилась нам возможность взять интервью у нашего президента Федерации бокса Республики Бурятия. Но он в основном-то живет в Москве, к нам так бывает наездами. Это Зарикто Иванович Саханов, председатель совета директоров компании «Агроинвест». Зарикто Иванович, ну, во-первых, поприветствовать вас в очередной раз на Бурятской земле. Но вы Велитона Накенча знали очень хорошо. Ну, известный боксер наш, что там говорит, советский. Один из легендарных мастеров советского бокса, мирового бокса любительского. Мужик был, конечно, на все сто процентов, я тоже его прекрасно знал. Я в свое время с Велитоном Накенча познакомился в 1927 году в Ленинграде, когда еще обучался в аспирантории. И входил в состав комплексной научной группы, тогда сборной команды Советского Союза. И Велитон Накенчич прибыл, был приглашен в Петербург в качестве судьи международного тренера. И мы провели как-то один очень интересный теплый вечер в компании с чемпионом мира Валерием Львовым. И тогда Велитон Накенча меня поразил. Ну, он незаварядная личность. Вы же сами боксировали в свое время? Я заканчивал Хабаровский институт физкультуры по специализации бокс. И моим первым тренером был Балдан Боинтоев. Мастер спорта? Балдан Боинтоев. Вы-то мастер спорта? Кандидат в мастера спорта. Кандидат, но так не пришлось. Ну, в свое время я работал в Академии имени Лесговта. Долгое время, достаточно. И подготовил более 10 мастеров спорта. Одного мастера спорта международного класса СССР. Ну, а председателем Совета Дегитаров, компании Агроинвест, сколько лет вы уже? Я с марта 2008 года. Ну, давайте про Бурятский бурт поговорим. У нас здесь много ведущих нет. Они выступают сейчас где-то на чемпионате России, по-моему, да? 9 человек. Нет, ситуация такова, что на сегодняшний день в городе Чехове проводится заключительный этап подготовки сборной команды Российской Федерации к играм Всемирной университеты в Казани. И для оказания содействия в ведущем основному составу вызваны 9 человек из Бурятии. А, ну это спарринг боей? Это ведущие мастера, в том числе и среди них победитель недавнего международного турнира в Хабаровске, который там произвел сенсацию, это Батр Сагалуев. Двукратный призер последних первенств в России Доржо Роднаев. А также ряд ведущих мастеров, ведущих первых номеров сборной команды Бурятии по боксу. Калашников, Александр, Просянников, Егор и другие. Но можете сообщить всем поклонникам бокса, что Белик Голланов точно уже твердо будет выступать в Казани на Всемирных студенческих играх, да? Решением тренерского совета принято решение, что сборную команду Российской Федерации на играх Всемирной универсиады будет представлять Белик Голланов. 49? 49 килограммов. Ну что ж, похвально, похвально. Но должен, по-моему, подняться на верхнюю ступеньку. Я думаю, что домашний ринг может в этом оказать содействие. Очень надеемся и желаем ему победы. Зарик Тойванович, ну и дальнейшие перспективы бурятского бокса. Я думаю, что бурятский бокс сейчас находится на определенном подъеме. Я искренне благодарен очень многим тренерам, наставникам, энтузиастам бокса, которые сумели, несмотря на очень сложные условия прошедших лет, сохранить себе веру, любовь к этому виду спорта, который является одним из самых интересных спортивных единоборств, тем более олимпийской дисциплины. И я считаю, что в последующем мы сделаем шаги, которые позволят, как бы, те предпосылки, которые заложены были в эти сложные годы, закрепились в конкретные результаты, в конкретный успех. Конечно же, наша цель сегодня не только подготовить участника олимпийских игр в РИН, но и обратить внимание на бокс в сельских поселениях. Ну, Саша Бахтин окончательно повесил перчатки на гвоздь, или, может быть, выйдет все-таки на ринг еще? Здесь ситуация такова, что, конечно же, Александр Бахтин является одним из лидеров мирового профессионального бокса. Он изъявил желание, возможно, подготовиться к олимпийским играм в РИН. Но это очень невысокий шанс, так как там могут, по регламенту, не могут допускаться, возможно, ведущие лидеры мирового профессионального бокса как чемпионы мира. Уважаемые друзья, Зарикто Иванович Саханов, президент Федерации бокса Республики Бурятия, я в вашем лице желаю бурятским боксерам только побед. Повторить путь прославленных Владимира Савцаронова и Великтона Бараникова. Спасибо. Спасибо всем. Всех больше победителей четыре. У боксеров Иркутской области Георгий Оленев, 49, Семен Терещенков, 60, Леонид Мошкарнев, 75 и Алексей Колпаков, 81. Два победителя, причем в тяжелых весовых категориях, до 91 килограмма и свыше, у боксеров из Поднебесной, мастеров спорта, Хусел и Ли Хи Шуи. Также дважды на верхнюю ступеньку педестала почета поднимались мастера кожаной перчатки из Монголии. Это мастера спорта Билтун Бат Тулгависовой, категория 56 килограммов, и у 69 Бат Зорик от Гон Жаргал. В категории 60 килограммов, в которой в 60-е годы прошлого века блистал Великтон Бараников, награждение провел старший сын Великтона Иннокентьевича, Олег Бараников. Оргкомитет не забыли и ветеранов бурятского бокса, отметив их благодарственными письмами, наградами республиканского агентства, и среди них Владимира Николаева, Василия Шабаева и Евдокима Никифорова. Отметим и судейскую коллегию, четко, профессионально, справившимися со своими обязанностями во главе с главным судьей, арбитром международной категории АИБа Романом Малаевым из Красноярска, главным секретарем, арбитром всероссийской категории нашим Александром Бадмоциреновым и техническим делегатом Всероссийской Федерации Бокса Байертор Аднаевым из Хабаровска. Он, кстати, так же, как и Бадмоциренов и пусник хабаровского инфискульта. И скажем о тех, кто непосредственно провел Бараниковский турнир. Это, конечно же, Федерация Бокса Республики Бурятия во главе с ее президентом, доктором экономических наук Зарикто Сахановым, при поддержке правительства Республики Бурятия, Республиканского агентства по физической культуре и спорту. Уважаемые друзья, мы, как всегда, прощаемся с вами на неделю. Больше двигайтесь, смотрите программу Радарспорт, Гокин и ветра БРТ. И помните, кто никуда не плывет, для тех не бывает поклубного ветра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова